Приветствую вас, давайте расперём ваш вопрос из-за того, что в семье моей сестры проблемы с её свекровью и мужем, моя мама при любом удобном случае напоминает при моей жене о том, что она не лучше моей сестры, и почему типа я как свекровь к себе не так отношусь, как относится плохо к моей дочери. Идёт такое неуместное сравнение со стороны моей матери, как бы принижая жену, возвышая мою сестру. Я думаю, что нельзя так делать, я маме тоже говорю, что нельзя сравнивать людей и агрессировать на нас из-за проблем моей сестры в её семье. Мы-то в чём виноваты? Как думаете? Пожалуйста, оцените ситуацию, как мне лучше поступить. Ну, как вы себе представляете то, что мы берём и оцениваем ситуацию? Мне вот это, пожалуй, интереснее всего на данный момент. Как вы себе это представляете? То есть мы берём и говорим, окей, ты не прав, окей, там, мама не права, так? Или как? Как это должно выглядеть? Вот. Я не думаю, честно говоря, что оценка ситуации здесь важна. Важнее другое. Важнее то, что вы реагируете как-то на то, что говорит мама. И важнее то, что ваша жена реагирует как-то на то, что говорит ваша мама. И вот с этой реакцией нужно, в принципе, и работать вообще-то. Вот. А не с тем, чтобы говорить, кто прав, а кто нет. Вот. То есть как вы реагируете, как жена реагирует, да? Как вы вместе это обсуждаете и обсуждаете ли? Вот. Говорите ли вы об этом? Не говорите ли вы об этом? Чувствует ли ваша жена себя, допустим, ну, скажем, одинокой в том, что с ней происходит? Или, напротив, ваша жена не чувствует себя одинокой в том, что с ней происходит? Вот это очень важно, на мой взгляд, конечно же, увидеть. Потому что если ваша жена, допустим, чувствует себя одинокой, то, конечно, это большая-большая проблема. Это прямо-таки такая, знаете, серьезная проблема, я бы сказал, вот, в случае, если ваша жена чувствует себя, ну, одиноко, чувствует себя одиноко в том, что, ну, условно говоря, происходит, да, потому что само собой, что вашей жене может быть и неприятная, ваша жена как-то может переживать из-за этого, вот, что, на мой взгляд, более чем логично, что, на мой взгляд, более чем нормально, что, на мой взгляд, является чем-то таким абсолютно адекватным, вот, но самое главное, пожалуй, заключается в том, что ваша жена не должна быть, не должна быть, по моему мнению, одна в том, что с ней происходит, то есть ваша жена, на мой взгляд, должна иметь возможность как-то вот, ну, поговорить с вами, например, о том, что происходит, поговорить о том, что, допустим, ее волнует, поговорить о том, если ее, там, что-то, ну, допустим, опять же, задевает и так далее, вот, и вопрос здесь заключается в том, а есть ли, есть ли у вашей жены такая возможность, вот, дело в том, что маме, хотите вы этого или нет, маме говорить-то, в принципе, бесполезно, маме бесполезно говорить, потому что вряд ли она изменится, вряд ли она поменяется, вряд ли она будет, ну, делать вот так, как, ну, как, например, например, вы хотите. А вот, ну, к сожалению, скорее всего, ваша жена, она, то есть ваша мама, она будет действовать как действовала, и ее, в этом смысле, все устраивает, ей нормально, и никаких вообще проблем у нее нет, вот. То есть, ну, она, вот, справляется как-то с той проблемой, скажем так, которая у нее, вот, ну, с той проблемой, которая у нее есть, да, вот, она с ней справляется как-то, как может, как умеет, и, в принципе, все, то есть, вопрос заключается в том, как вы реагируете на это, вот это вот, на мой взгляд, очень-очень-очень важно. И судя по тому, что вы описываете, судя по тому, что вы говорите, на мой взгляд, вы реагируете как-то вот как раз довольно-таки негативно на то, что ваше мама говорит. Вот. Связано ли это с тем, что вы, к примеру, не уверены в себе? Связано ли это с тем, к примеру, что, ну, что вы как-то сомневаетесь в себе? Связано ли это с тем, к примеру, что вы, ну, чего-то от мамы, например, ждете? Вот. Я, понятное дело, не знаю. То есть, это нужно как бы исследовать, да, это нужно смотреть, ну, это нужно как-то вот, как-то вот изучать, чтобы было плюс-минус понятно. Но на данный момент, на данный момент, по крайней мере, выглядит это все так, что, ну, рядом с мамой вы чувствуете себя, я бы сказал, уязвимо. То есть, вот, есть у вашей мамы такая возможность как-то вас задеть, как-то вас принизить. Вот. И, собственно говоря, не только вас, да, но и вашу жену, вашу супругу тоже. Вот. И, на мой взгляд, на мой взгляд, необходимо выяснить, благодаря чему и из-за чего это является возможным. Вот. То есть, почему, почему у вашей мамы есть, ну, вот, такой, как сказать, ресурс, да, чтобы это сделать? Вот. Вот это, на мой взгляд, очень-очень важно. Очень важно, чтобы вы сами себе как-то вот на этот вопрос, да, постарались ответить. Вот. Очень важно, чтобы вы увидели ответ на этот вопрос. Очень важно, чтобы вы захотели в этом разобраться. Ну, потому что, если, если в этом не разбираться, да, как-то, то ситуация может остаться, вот, такой, какая она есть сейчас, то есть неудовлетворительная. И будете вы требовать от своей мамы, чтобы она вела себя по-другому, вы будете требовать от нее, чтобы она действовала как-то по-другому. Она действовать по-другому не будет, и вы будете все время по факту сталкиваться с каким-то таким чувством, да, с чувством, ну, не знаю, с чувством разочарования, с чувством обиды на нее, негатива, боли какой-то. Вот. И, на мой взгляд, абсолютно ничего хорошего в этом нет. И быть не можем. Вот. Ну, и, конечно, конечно, на мой взгляд, большую роль играет все и то, как вы со своей женой, да, общаетесь на эту тему, насколько, вот, ну, есть доверие между, между вами в этом смысле. А есть ли доверие между вами в этом смысле, опять же, и хотите ли вы что-то изменить? Вообще, я бы сказал еще, что по моим ощущениям вы как будто бы эмоционально, что ли, привязаны к маме, ну, 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 не к маме даже, а к эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ И как-то, ну, как будто, знаете, зависеть от этих людей, что ли. Как будто, ну, хотите чего-то, как будто рассчитываете на что-то постоянно. Вот. При этом, при этом, не очень отдавая. Собирать счет в том, насколько это адекватно. Вот. То есть, насколько адекватно вот от мамы ждать чего-то. Ну, каких-то перемен, каких-то вот моментов и так далее. Вот. Поэтому я бы, ну, вот, как-то на это бы больше, обращу внимание. Ваше, по крайней мере. Как-то так. На этом, на этом все. Я надеюсь, что... ...помог вам. Желаю вам... ...всего самого доброго. Удачи. ...обращайтесь за помощью. Вам она, эта помощь... ...пригодится. ...буду благодарен вам за обратную связь. По моему ответу, это позволит вам начать работу над собой и сформулировать... ...базовые постулаты для психотерапии.